Дорогие друзья, добрый день! Приветствуем вас на канале Догбель. Сегодня мы находимся в Санкт-Петербурге и снимем для вас кое-что интересное. Здесь, в Туторе парке, сегодня проходит выставка охотничьих собак. Особенность этой выставки в том, что все собаки, которые выставляются, действующие охотники, мы возьмем с вами интервью у владельцев этих охотничьих собак. И они нам расскажут особенности их содержания и особенности этой породы. Ну что, не будем тянуть долго? Давайте начинать! Охотничья выставка рассматривает правильность экстерьера применительно к функциональности собаки, как охотничьей, зубную формулу, то есть обязательно ножницеобразный прикус и наличие зубов. Отсутствие некоторых зубов может даже оставить собаку с оценкой удовлетворительно. Главное на охотничьей выставке – это подсчет баллов. То есть, каждая собака, имеющая полевой диплом, проходит бонетировку и получает классность – племенной класс. Что считается классностью? Это рабочие качества собаки, оценка экстерьера, наличие классных потомков и происхождение. Если собака имеет определенное количество классных потомков и полное происхождение от классных рабочих родителей, то она может претендовать на чемпионат в породе. Как понимаете, чемпионом породы может стать не каждая собака. Классность – это большой труд ни одного человека. Это работа и заводчика, и владельца, и щенятников. Взять щенка с хорошего рабочего гнезда от отличных производителей. Вложить в собаку свой труд, время и финансы, чтобы вырастить собаку. Сходить на выставку, на полевые испытания. Затем получить от нее отличное потомство. Найти щенкам правильные рабочие руки, чтобы правильно потомков вырастить. И уже с ними посещать выставки и испытания, где они могут себя показать. И уже после этого можно двигаться к чемпионату, что является высшей наградой в охотничьем собаководстве. Этим и отличаются охотничьи выставки от шоу-выставок. Внизу не вижу П1. Внизу П1. Вот, все вижу. Теперь откроем ротик, чтобы я вглубь могла заглянуть. Дуся. Вижу. Продолжаем движение. Интересно, что расстановка происходит прямо во время движения собак. Собаки продолжают свой шаг, пока эксперт не расставит их по убыванию. Вы на собаку вперед. Нет, на две собаки вперед. Вы на собаку вперед. Да. Группа суки русские борзые. Первые пять собак получат оценку отлично. На охотничьей выставке годами идут к высшей награде. Это огромная работа с собакой. Чемпион – это рабочая породная собака от рабочих породных предков, имеющих рабочих породных потомков. Выставка была снята благодаря клубу охотничьего собаководства Петербургской борзой. Ссылка на сайт в описании. Друзья, хотим пообщаться, познакомить вас с мыльцевой Татьяной. Она – заводчик-породник русских псовых борзых. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, нам о вашей породе. Это охотничья собака. Наша, русская, старинная порода. Одна из самых красивых собак вообще венец кинологии. Такие быстрые охотники наши. Подскажите, много ли таких питомников в России? Ну, питомники есть, но в целом порода, конечно, если сравнивать с какими-то другими, например, с пуделями, порода немногочисленная. Порода специфическая. Они очень красивые, но это в первую очередь охотники. А сколько стоит щенок породистый? Ну, соотношение цены и качества – это такая вещь. Дорого – не всегда хорошо, и дешево – не всегда плохо. Ну, в принципе, средняя цена около 50 тысяч. Около 50 тысяч. Подскажите, пожалуйста, а как не ошибиться с выбором именно охотничьей? То есть не просто собаки, которые не декоративны, наверное, да, а не имеют охотничьих инстинктов? Или все псовые борзые, так или иначе, в них он заложен? Вообще, конечно, он заложен от природы, да. Но если вы хотите прям рабочую собаку, надо брать ее в первую очередь от рабочих родителей. Вообще порода такая, если ее берет охотник, ну, значит, он вращается в кругах. Как правило, он знает уже, от кого он хочет взять щенка. Он уже знает, от каких родителей он ждет щенка. Если это человек новый в породе, ему, наверное, стоит походить на охотничьи выставки, пообщаться с людьми, пообщаться с борзятниками и уже составить для себя какое-то представление о том, где и от кого он хочет взять щенка. А как воспитать именно охотника? Ну, опять же, мы с вами уже говорили о том, что, в принципе, инстинкт у них врожденный. Да, ну, ездить с собакой в поля в первую очередь. Если у вас нет возможности выезжать в поля, есть курсинг. Это, конечно, не вполне замена охоте, но это все-таки для собаки какой-то полевой досуг. Курсинг все-таки, наверное, хорошо использовать в межсезонье для подготовки. К тем же самым полям. Татьяна, какие качества должны быть у псовой борзой? Ну, в первую очередь для охоты это, конечно же, резвость, жадность к зверю и зоркость. Потому что борзая – это собака, охотящаяся по зрячему. Она не выискивает, из норы не вытаскивает, никого не вынюхивает. Она в первую очередь должна увидеть и цель преследовать. Для преследования нужна жадность к зверю, желание его поймать и большая резвость. Скажите, а может ли обычный человек купить псовую борзую именно с охотничьими инстинктами? Ну, как правило, они и есть именно с охотничьими инстинктами. И обычные люди, к сожалению, часто покупают себе красивую собаку и не всегда оценивают то, что у нее очень сильно развит охотничий инстинкт. В городе это может вызывать проблемы, потому что они преследуют. Это может быть и маленькая собачка, и кошка. Поэтому человек должен быть готов к тому, что он берет в первую очередь охотника, а потом уже красивое дополнение. Может быть, вы как-то от себя, какую-то может дать рекомендацию, как предостеречься, допустим, от неправильного выбора. То есть, если человек хочет, то есть, у него есть желание ходить с собакой на охоту, да, много гулять, наверное, да, то есть, какие-то активные виды прогулок, то ему можно заводить, да, псовую борзую. Если он, допустим, готов, не готов много гулять, много проводить время, он много уделяет собаке внимания, ну, наверное, может быть, ну, какие-то вот как от породника. Ну, вы знаете как, борзая, конечно, дома они флегматичные, они очень красиво лежат на диване, и они могут долго это делать, но когда вы вышли на улицу, вы с охотником, особенно если вы вышли куда-то в поля, вы должны знать, что это охотник, прирожденный, и такой досуг собаке надо создавать. Если вы берете такую собачку, просто ходить с ней в городе на поводке, наверное, это все-таки не ваша порода, потому что у собаки будет некомфортно. Эта собака требует создания ей определенного досуга, куда-то с ней выезжать. То же самое, я говорю, хотя бы это должен быть курсинг, или там бега по кругу, ну, что-то, вот курсинг, рейсинг, вот такие вот вещи. А собаке нужен активный вид жизни. Да, это не значит, что она, как многие говорят, ой, она должна пробегать в день 50 километров или 150 километров. Она никому ничего не должна, она не должна никуда пробегать, ни 150, ни 250 километров, но свою функцию собака должна выполнять. Ну, вот, определенное количество часов активного досуга у нее должно быть. Ну, или, если это за городом, то это вообще не имеет никаких проблем. Друзья, давайте пообщаемся с владельцем русской псовой борзой Виктории. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему вы для себя завели именно эту породу, русскую псовую борзую? Ну, эту породу я держу уже около 20 лет. Первый раз, когда я ее увидела, я поразилась красоте этих собак, грациозности, благородству. Ну, и сразу очень захотела щенка. Вот эта моя собака, это уже пятая. То есть вы занимаетесь этими собаками уже 20 лет? Да. То есть покорили ваше сердце прямо с первого взгляда? Можно сказать так. За свою грациозность, да, за свое, наверное, характер, какие-то особенности, да, породные? Да, конечно. Они ласковые, наверное, да, как они много любят гулять. Не расскажете нам немножко о своих собаках? Мои собаки, да, мои собаки очень ласковые, они любят людей, очень лояльны к другим домашним животным, моим, своим. То есть это для них как бы стая. Да, гулять они очень любят. Ну, это, конечно, миф, что борзой собаке надо пробегать там ежедневно 60 или 70 километров, как многие говорят. Да, но ежедневные длительные прогулки приветствуются, да, они это очень любят, это им нужно для хорошего развития, для правильного развития. Это и нам очень полезно, да. Хорошие, долгие породы. Да, и полезные владельцы, да. И владельцы, да. То есть получается, вы получаете двойной комфорт для вас и для своего питомца. Подскажите, а условия содержания? Какие у данной породы обучение каким-то командам? Какие нужны особенные условия содержания? Или, в принципе, также комфортно в квартире, в доме? В принципе, борзятники считают, что эту породу можно содержать везде и в доме. Я считаю, конечно, что в доме комфортнее, в доме больше места, особенно если есть большой участок. Для собаки это хорошо, но они прекрасно живут и в квартире. Борзятники шутят, что не бывает мало места, бывает мало борзых. Это очень прикольно. То есть можно завести себе даже не одну, а они любят как быть в парами. Конечно, они собаки стайные. Стайные, да? То есть лучше всего иметь не одну собаку. Лучше две, три, да. То есть если человек решил завести себе русскую псовую борзую, то лучше всего подумать о том, что, скорее всего, у вас будет дня одна... Скорее всего, появится следующее. Где одна, две, три, где одна борзает, а вы несколько. Спасибо, Виктория, большое. Желаем вам победы. Желаем вам хорошего развития, каких-то достижений с вашей собакой. И, конечно же, здоровья и долгих лет жизни. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Мы заметили, что эта выставка была очень дружелюбна. Все участники были словно одной большой дружной семьей. Все владельцы нередко встречаются на работе в поле, знают друг друга и проводят много времени вместе. Друзья, сегодня мы с вами узнали, как действительно проходят выставки охотничьих собак. Это было действительно очень интересно. Подписывайтесь на наш канал, если видео было для вас интересно. Ставьте лайк. Оставляйте комментарии под видео. До новых встреч.